Всем привет! Меня уже давно не было. У меня теперь новый сетап, как говорится. Переехала в подвал со всем своим бураклом. Ну как, относительно. У меня, как всегда, не полностью всё окомплектовано. Всё равно косметику я делаю наверху, близко к кухне, потому что мне нужна раковина и плита. Но здесь у меня теперь моя рабочая станция, у меня такой стол кругом. В общем, я думаю, я скоро покажу, как всё это выглядит. Немножко тут порядок на виду, потому что всё это только перетащили. И так как мне сейчас ничего тяжёлое поднимать нельзя, просто тут всё накидали. И, в общем, не очень красиво всё выглядит. И хочу записать видео. Уже сейчас будет, наверное, четвёртая попытка о моей беременности и родах. Решила разделить эти две темы, потому что я уже два раза, три раза записывала. И получается, голопом по Европам, и всё равно видео полчаса, и я очень многого не успеваю сказать. Поэтому сейчас буду рассказывать про свою беременность. И потом, через какое-то время, я надеюсь, что будет видео о родах. И сейчас, на самом деле, очень трудно снимать, потому что у меня ребёнка колики, ей уже месяц. Пошёл второй, но... Точнее, это не колики, это просто животик нас мучает. Как я прочитала, колики — это когда ребёнок плачет больше трёх часов в день. У меня как бы... Ну, я не могу сказать, что она плачет больше трёх часов. Трёх часов, то есть, да, она всё время хочет быть на ручках, она плачет периодически. Но это не так, что там прям вой стоит в доме. Такого нет. Но всё равно тяжело, потому что нельзя её просто там оставить. Или спит она очень плохо. То есть, спит буквально днём, может, там, по 15 минут, постоянно просыпается. И только один раз есть, когда она спит, там, 2-3 часа. И мне просто бегаю, нужно успеть какие-то более важные дела делать. На съёмку не остаётся. Но сейчас у нас бабушка начала с ней ещё и гулять. Вот они ушли на прогулку, поэтому я сейчас попробую что-то наснимать. У меня по вязанию тоже несколько видео ждут съёмки. Это уже обещанное моё, то, что я навязала за последнее время. Не могу сказать, что это чего-то тут много. Нет, не много, но есть вещи. Как бы мне хочется их показать. Но опять же, сейчас, например, в шапке ребёнок мне ушёл гулять. И, в общем, я решила. Ладно, я вот это в следующий раз. В следующий раз это всё сниму. Начну про беременность. Я могу сказать, что беременность у меня была достаточно непроблемная. Ну, наверное, относительно чего-то. Но если сравнивать, как я видела, что некоторым девушкам приходится неделями лежать в кровати и не вставать, то у меня как бы такого не было. Возможно, если бы я была в России, у меня бы тоже положили в кровать. Но здесь совсем другое отношение к беременности. Поэтому у меня была очень активная беременность. Начну сначала. Забеременели мы очень быстро. Прямо вот как только решили, так сразу же я на тесте увидела, как сказать, две полоски. Хотя у меня был электронный тест, и там было слово «да» по-английски. И я даже не могла поверить, если честно, так быстро. И я сразу же заболела. То есть я очень сильно заболела. У меня была температура 39. И это было время, когда мы сдавали последние экзамены в колледже. И нужно было очень много заниматься, учиться. И я свалилась с этой болезни очень сильной. И мне просто не могла лежать в кровати, потому что мне надо было идти и сдавать экзамены. Поэтому я пошла к врачу, попросила антибиотики. Но у меня бы не было выбора. Я просто либо всё это провалить, как бы и сдавать потом неизвестно когда. И я пошла к врачу и сказала, что, возможно, я беременна. Я не знаю, но у меня выбора нет. И мне дали антибиотики, которые совмещены с беременностью. Я их пропила и как бы выздоровела. И когда я уже пошла на поправку, я сделала тест. И тест показал, что да, я беременна. Ну, что сделаешь? Ну, бывают такие обстоятельства. И я слышала, что очень многие девушки как раз сильно заболевают, когда они забеременеют, потому что падает как-то там иммунитет или, в общем, перестройка вот это на организм. И организм, в общем, не справляется. Я сейчас так уже анализирую. Возможно, это стало причиной именно того, что произошло дальше. И я вам об этом расскажу постепенно. Потом, после этого, в общем-то, всё было нормально. Пока не прошли, то ли это было шеста, то ли это восьмая неделя, когда меня накрыл ужасный токсикоз. Это был просто ужас. Я как начала, извините, вливать по-другому просто не скажешь, как чем-то ужас, кошмар. Я просто не могла ничего есть и даже пить. Я даже не могла выпить несколько глотков воды. И когда после трое суток у меня не было там ничего во рту, меня сразу же это вырвало, я пошла опять же к своему врачу. Она мне дала плетки от вот этого токсикоза. Тут они одни, их всем прописывают, кому нужно. И они мне очень сильно помогли. Стоят они достаточно дорого, 200 долларов. Но у меня у мужа есть бенефиты. Это у тех, у кого более-менее такая постоянная нормальная работа, то есть такой пакет, как страховой, который покрывает частично те услуги медицинские, которые не покрываются государственной страховкой. Вот, например, в лекарствах не покрываются государственной страховкой, их покрывает как раз-таки бенефиты в части, в какой-то процентном соотношении. Вот у нас покрывается 75%. То есть мы заплатили, скажем, 50 долларов за эти таблетки вместо 200. Вот, и они мне очень сильно помогли. Я смогла кушать, смогла нормально фунциклировать, потому что до этого, ну, просто нереально мне экзамены сдавать. Но всё равно, естественно, токсикоз давала себе знать, то есть мне было там, ну, то есть подташнивало, я много чего есть не хотела и не могла, но меня хотя бы там не рвало. И полностью меня токсикоз отпустил на шестом месте, но он ушёл как бы на пятом. На пятом у меня ещё оставались такие вкусовые загоны, там что-то хотел, что-то не хотел, что-то меня раздражало. На шестом у меня как бы всё полностью прошло, и всё было нормально. И кроме вот этого токсикоза, у меня ещё одна неприятность случилась вначале, это у меня было кровотечение на почти шестой неделе. И оно прям случилось, когда я пошла к врачу и пришла, вот буквально вышла из машины, чтобы зайти в клинику, и я почувствовала вот это, что у меня что-то прям вылилось очень много. И потом врач сказала, что да, наверное, это выкидыш, ну не переживай, ничего страшного, езжай в больницу, чтобы тебе сделали ультразвук, посмотреть, что там, ну нужна ли чистка и вообще, что случилось. И здесь не проверяют сразу же под причиной выкидыша, они будут проверять только если у тебя там два уже случилось, тогда они что-то будут делать. и она мне также сказала, что ну месяц передохните и пробуйте опять же. Кстати, что самое интересное, я по-моему, если я не ошибаюсь, вот сколько я видео смотрела в России, по-моему, рекомендация, что можно следующего ребёнка только через год заводить. Здесь такого нет. То есть она сказала, ну сразу там, можете сразу пробовать. То есть вот так вот. Я поехала в emergency, это как скорая. И чтобы всё кончить обследование, я приехала в 10, уехала я в 7 вечера. И это ещё неплохо. В канадских больницах очень большие сроки ожидания, буквально на всё. Если только ты совсем не при смерти. Например, приёма дерматолога я ждала 4 месяца. Здесь же я просидела, по-моему, 2 часа, прежде чем меня зарегистрировали. Причём ты приходишь и ты первым делом сообщаешь, с какой ты проблемой пришёл. То есть они знали, что у меня прямо сейчас идёт... Ну я сказала, что у меня выкидыш, да, то есть у меня кровотечение. Они знали, в какой я ситуации. И с этим кондицией меня продержали 2 часа только, чтобы зарегистрировать. Потому что они, видимо, решили, ну у неё же уже случилось, смысл её там сейчас принимать. Есть более, видимо, важные люди. Через 2 часа они у меня взяли кровь. Ещё там, по-моему, через 2 часа они у меня сделали первое УЗИ, которое ничего не показало, потому что был очень маленький срок, и мне нужно было внутривагинальное. И, в общем, в итоге ещё там через 2 часа они мне его сделали. И оказалось, что плод на месте, у неё бьётся сердце, и это просто внутреннее критечение в плаценте. И они не знают почему, и, естественно, никто ничего не будет выяснять. Мне просто сказали, что это меня группу риска переводит в беременности. Ну и, в общем-то, больше ничего не сказали. И через 2 часа, я ещё там 2 часа просидела, они мне отдали вот этот репорт, выписку, да, заключение. Вот, в общем-то, и всё. После этого у меня никаких таких осложнений не было. Да, я опять иду назад-назад. Первый месяц самой беременности у меня был, если честно, странный. У меня были всё время какие-то ощущения непонятные, у меня как-то болел живот, у меня там что-то тянуло, где-то там кровило, и какие-то выделения были. И я думала, что я уже это не доношу. И как завершение, вот у меня, вот, на 6 неделе, получается, было вот это вот кровчение, но всё оказалось хорошо. После этого у меня не было никаких проблем. Всю беременность, в общем-то, я бегала, носилась, у меня ничего нигде не болело, не кололо, всё было хорошо. И беременность я вела с Мидвайф. Если вы смотрели моё прошлое видео о беременности с Мидвайф или с врачом, то, наверное, вы поняли. Ну, с самого начала у меня была такая особенность беременности, что мой ребёнок был маленький, с самого начала, но в пределах нормы. То есть, когда замеряют матку, вот, чисто руками и лентой, вот этой сантиметровой, да, то показывало, что мой ребёнок находится в пределах нормы роста, но, можно так сказать, практически на нижней границе. И так было всегда. И поскольку это всё-таки была норма, то, ну да, говорили, что ребёнок маленький, но в норме. Но на 33-й неделе всё-таки меня отправили на дополнительное УЗИ. Кстати, по прошлому УЗИ я все делала УЗИ на всякие эти отклонения и так далее. Я сразу скажу, что если бы даже отклонения были, это просто было бы мне моральной подготовкой к тому, что что-то не так, ну, что нужно готовиться, да, к приёму особенного ребёнка. Я бы ни за что не стала делать аборт в любом случае. Вот, поэтому я их делала, просто мне так всегда лучше. Я не люблю встречаться с неприятностями внезапно. Я знаю, что люди любят некоторые откладывать до последнего, что они любят думать, что всё хорошо, и лучше мы потом об этом узнаем. Я не из таких. Я хочу быть, как предупреждён, значит, вооружён, чтобы подготовиться морально и вообще во всех планах. На всех УЗИ у меня было всё хорошо, ребёнок был там здоров, без отклонений, всё было шикарно, у меня были всегда хорошие анализы крови. Кстати, в самом начале я как бы соблюдала даже частично пост, был великий пост тогда, но частично, не полностью. И как бы я старалась следить за своим питанием, чтобы не набрать лишний вес. Но когда мне начали твердить, что у меня ребёнок маленький, ребёнок маленький, где-то там с шестого месяца, я уже как бы начала немножко переживать. Я, конечно, начала есть просто всё подряд, и я набрала. И набрала я в итоге 12 килограмм. Но в конце я уже просто немножко вообще не набирала, и уже старалась ещё больше есть. В итоге я в конце прям хорошо так поправилась, и сейчас у меня 7 лишних килограмм. Я как бы не стараюсь их сейчас скинуть, месячные до этого мне надо грудью кормить, и много молока вырабатывать. Поэтому когда откормлю, я как бы не переживаю, быстро скину. Тридцать недели меня отправили на внеплановое УЗИ проверить, что ребёнок, в общем-то, растёт, потому что матка очень мало росла по замерам. И вот это УЗИ показало, что всё с ребёнком в порядке, он растёт, но опять же где-то на нижней границе, то есть, но в норме. Я успокоилась, и всё-таки мы почитали, что размер ребёнка зависит всё-таки от генетики, и в нашей семье, и что у мамы, что у бабушки, дети всегда маленькие были. То есть у меня сестра родилась 2,800, я 3 килограмма родилась, у бабушки были все там, что-то 2 с чем-то тоже. В общем, ну, решили, что ничего страшного. На тридцать пятой неделю я пошла, сказали, что матка, прогресс есть, рост, но он опять маленький. Меня опять отправили на УЗИ, но прям за вечер до УЗИ, накануне, мне попалась статья о его вреде. Опять же, не хочу дискуссии сейчас на этот счёт, пожалуйста, ничего не пишите. Это другая большая тема. Я просто скажу, что я сама не знаю, насколько оно вредно, но есть такие случаи, как с сигаретами с микроволновкой, которые очень долгое время считались невредными, а потом оказалось, что они очень вредны, в общем-то, да, и даже убивают сигареты, по крайней мере. Также из УЗИ прошло 30 лет, как его начали использовать, только сейчас начала появляться информация, что оно может вызывать перегревы каких-то там отделов мозга, которые отвечают за нарушение там речевого развития и даже аутизма. Ну, в общем, не хочу никого пугать. Есть действительно оправданные случаи, когда УЗИ нужно делать, но я считаю, не нужно злоупотреблять и делать УЗИ просто так, потому что мне так хочется, мне хочется там... Ну, в общем, я считаю, чем меньше, тем лучше. И у меня уже это было бы пятое УЗИ, поэтому я подумала, что у меня всегда был ребёнок маленький, всегда было отставание роста матки, поэтому смысл мне делать каждую две недели – это УЗИ. В общем-то, я не пошла, отменила его и не пошла. Решила, что какой ребёнок родится, такой родится. На 38-й неделе я опять пошла к Минвайфу, и мне сказали, что у меня матка вообще не выросла с прошлого визита, и опять меня отправили на УЗИ. Ну, в общем-то, тут я уже как бы немножко насторожилась, потому что если в прошлый раз всё-таки был прогресс роста, то сейчас вообще нету роста. Я всё-таки пошла на УЗИ, и УЗИстка сказала, что да, ребёнок маленький, на 38-й неделе 2 килограмма 200 грамм, но анализ состояния ребёнка показывает, что он 8 баллов из 8, то есть ребёнок полностью счастлив, у него всё прекрасно, он активный, и у него развиты мышцы, в общем, всё как надо, просто он опять же маленький. И она взяла результаты УЗИстка, и к местному доктору, который у них в клинике, она пошла за консультацией, и доктор посмотрел и сказал, что не вид никаких отклонений, что всё хорошо, просто маленький ребёнок, такое бывает. Но мои результаты сразу же отправили в Минвайф, обычно там они их долго отправляют, в ту неделю, но их сразу отправили, и 2 часа мне перезвонила на Минвайф, опять же, ну не моя Минвайф, а моя была в отпуске, другая, и сказали, что они передали мои результаты в больницу, то есть серьёзную больницу, и там врачи уже, кушеры, гинекологи сказали, что есть отклонения в росте, это не просто маленький ребёнок, а наблюдается разница коэффициентов рост головы и живота, что значит, что организм получает мало питания, и приоритетах даёт выбор в пользу головы, потому что это мозг, то есть питает мозг лучше, чем остальное тело, и что это, ну естественно, это плохо, нужно, в общем-то, вызывать роды, и доставать ребёнка, потому что ему будет снаружи лучше, чем внутри, и у меня это был вообще шок, потому что я вообще не ожидала такого развития, потому что я думала, что даже если у меня что-то будет не так, у меня осталось 2 недели, они не будут ничего делать, но мне сказали, через час будем в больнице, слава богу, что у нас всё было готово, мы всё подготовили, ещё, наверное, на 35-й неделе, у меня были собраны сумки, или даже раньше, и даже заправлена кроватка, в общем, всё было готово, и, знаете, мне нужно было полчаса собраться, и полчаса выезжать нужно было, да, я как угорелая побежала в душ, там мыть головы, себя в порядок приводить, у меня муж вообще не понял, зачем, да, вы поехали, там надо собираться, я говорю, мне там неизвестно сколько торчать, я буду с грязной головой, ну, в общем, да, видимо, такие, недавно рассуждали где-то в комментариях на эту тему, насчёт помывки головы в роддом, наверное, это всё-таки комплексы, потому что, ну, есть люди, которым абсолютно всё равно, как они выглядят, они себя несут, как короли, да, ну, всё-таки, голова, для меня, ну, имеет большое значение, пусть обыкни накрашена, кривая коса, но хотя бы голова чистая. Беременность в Канаде не сохраняют до, чуть ли не 20-й недели, вам никто ничего особо делать не будет, никаких сохранений не кладут, понятия тонуса матки здесь нет, да, кстати, про тонус матки у меня он был где-то 2 дня за всю беременность, то есть я чувствовала, что я предполагаю, что это тонус матки, потому что, ну, я без понятия, это когда у тебя такой живот, как мешок, и тебе очень тяжело, то есть я прям вставала, и я чувствовала, что у меня гиря какая-то привязана к животу, я думала, что всё, вот она, тяжесть беременности наступила, и это было очень рано, вот как раз на шестом месяце, я думаю, ну, всё, если так мне теперь 4 месяца ходить, я, наверное, помру, но через 2 дня это закончилось, и я опять летала, искакала, прыгала. Про изжогу, у меня её так и не было ни разу, я не знаю, что такое изжога, у меня в жизни её не было, и мне все утверждали, что вот с беременностью-то ты хлебнёшь. В общем-то, я ждала-ждала, и так и не дождалась, я думаю, возможно, это связано с тем, что у меня вообще само туловище, ну, такое длинное, вот этот отдел сам, да, у меня, как бы, я думаю, длиннее, чем у среднеэстетической женщины, может быть, просто вот эта кислота, поэтому вверх у меня не доходит, ей просто, она там, достаточно места, чтобы жимать, я сидеть, я не знаю, живот у меня был небольшой, но у меня такое строение фигуры, что у меня большой изгиб в спине, и когда я надеваю вещь, такие более-менее в обтяжку, все говорили, что живот небольшой, потому что видно, что вот по сравнению от сгиба, да, то живота, то живот маленький, но если мне что-то надеть, балахон, как бы, если смотреть фотографии, то изгибы-то не видно, и кажется, что да, живота, вот как бы такое есть, но в то же время, когда я приходила куда-то, мне постоянно все говорили, о, где твой живот, о, на каком месте, то есть даже на последнем вот месте, люди думали, что я на шестом, на седьмом месте, в больнице мне врач, ну, я слышала, с министром между собой говорили, и врач сказал, о, она выглядит, как будто она на 27-ой неделе, то есть да, живот действительно был очень маленький, и этому не нужно радоваться, я очень радовалась, что о, у меня маленький живот вначале, но потом, когда у меня вот эти все проблемы начались, и все мне твердили, что у меня маленький живот, меня это уже просто выводило, потому что, ну, я и так как бы переживаю, да, и еще там каждый раз, когда я куда-нибудь вхожу, у меня все начинают, о, у тебя маленький живот, да, спасибо, я знаю, я знаю, что у меня маленький живот, что было, кстати, не так, когда, нет, это я расскажу в следующем видео о самих родах, это уже сейчас не буду пока рассказывать, все, спасибо всем большое за внимание, если у вас какие-то проблемы, какие-то вопросы, то задавайте их в видео, я, возможно, если их будет много, я соберу их, и сниму какое-нибудь видео ответное, не буду отвечать в комментариях, потому что это будет, я уверена, большие вопросы, нужны развернутые ответы, и все такое, у меня просто нет сейчас на это времени, все, большое спасибо, увидимся в следующем видео, пока.